Здравствуйте! Я стою возле красивого цветущего куста Децентры. Еще этот куст называют разбитое сердце. Вот видите, как на веточке растут рядышком сердечки, но они разъединяются, они разбитые сердечки. Еще это растение называют душпорец, англичане называют домованной, французы называют сердечко жанетты. В Европу это растение было завезено в 1816 году. И существует более 20 видов этого растения. Есть и низкорослые, бордюрные, высокорослые и даже вьющиеся, вьющиеся желтыми цветами. Садить это растение нужно в притяненном месте, или слегка в притяненном, потому что можно, конечно, и на солнце высаживать, но так быстро цветы отцветают, выгорают, и становится куст уже не особо красивым. А вот в притяненном месте будет свисти долго, месяца полтора цветет, где-то с мая по июнь, и потом зацветает повторно с августа по сентябрь. Это растение любит рыхлый, богатый гумусом грунт. Чтобы хорошо развивался кустик, хорошо его мульчировать, чтобы корневая система была прикрыта мульчой. Для этого можно использовать перепревший навоз или засыпать листовым перегноем из лесу. Поливать нужно умеренно, так как у этого растения корни очень хрупкие, нежные, чтобы они не загнивали, и чтобы к корням хорошо поступал кислород. Весной вносят азотные удобрения. Азотные удобрения это для хорошего роста, чтобы кустик хорошо пошел с весны. Летом можно полить настоем коровяка, а уже под осень вносят фосфорно-калийные удобрения. Когда цветочки увядают, побеги со цветами срезают, чтобы не портился общий вид куста. Бывают листочки желтеют среди лета, это нормально. Уже к концу лета, где-то в августе месяце, будут появляться новые зеленые хорошие листочки. Когда уже ближе к осени кустик уже отцветает, нужно срезать на пенек. На пенек где-то 3-5 сантиметров от земли. И мульчировать. В зависимости от регионов, если, допустим, регионы теплые, вернее южные регионы, ну не нужно на зиму укрывать это растение. Но в северных регионах желательно укрыть лапником или хорошо-хорошо замульчировать. Дицентра, как и другие растения, поражаются вредителями и болезнями. Такие болезни у этого растения, как табачная мозаика, кольцевая пятнистость и вредители тля. Ну, соответствующими препаратами нужно обрабатывать растения. Размножаются дицентра семенами, черенками и делением куста. Если вы покупаете семена в магазине, то желательно их стратифицировать. Если вы севаете свежие семена, то сеют их в сентябре. И когда уже семена прорастут, будут два листочка, их пикируют. А на зиму слегка мульчируют и прикрывают пленочкой. Чтобы растение красиво цвело и долго у вас жило, значит, нужно его пересаживать периодически. Если вы живете в регионах, где теплый климат, значит, можно пересаживать чаще. Например, раз в 4-5 лет. Так как растение растет, развивается быстрее. А если вы уже в таких северных регионах, растение, конечно, растет в таких регионах медленнее. Поэтому можно его пересаживать и через 7-8 лет. Но я на своем опыте хочу сказать, что у меня растение росло примерно где-то 8-10 лет, и я его не пересаживала. Потому что куст только набирает силу, он становится большой, красивый. Поэтому как-то не хочется его и трогать. Но потом, когда вы видите, что уже кустик начинает как бы немножко уже не так пышно цвести, и не такой уже красивый становится, тогда смело выкапываете, делите, обязательно делите при выкапке. Если вы покупаете растение в магазине, значит, нужно обязательно его обрабатывать фунгицидами. А также заранее готовить место для посадки. Посадка должна быть таким образом, чтобы глубина была сантиметров где-то 50, и точно так же и ширина, чтобы достаточно было места. Хорошо заправляйте ямку, можно заправить перепревшим навозом, чтобы земля была рыхлая, хорошая. Из посадки можно принести, там где листочки перепревшие, тоже будет это замечательно. Для пышного цветения можно использовать раствор борной кислоты. 0,5 грамма борной кислоты на ведро воды. И этот раствор также помогает от вредителей. Как я уже говорила, существует много видов децентры. Децентры есть низкорослые, высокорослые, вьющиеся, поэтому при посадке нужно это учитывать. Бордюрные низкорослые децентры высаживаются на переднем плане, а вот такие, как децентра великолепная, это высокие кустики, они высаживаются на заднем плане, чтобы не закрыть впереди низкорослые растения. Ну а, конечно, вьющиеся децентры высаживают где-то на арочке, возле клематисов, очень хорошо смотрится. Хорошо смотрится децентра в сочетании с другими растениями, такими, как аквилегия, стюльпанами, керией и другими растениями, которые цветут в это время. Ну а сегодня все. С вами была Татьяна. До свидания, до следующих встреч.